Друзья, привет! Сегодня покажу вам 5 классных рецептов из мандаринов. Мандарины сейчас спелы, вкусные, недорогие, продаются почти в каждом супермаркете. И мне кажется, самое время, чтобы что-нибудь вкусненькое из них приготовить. Мы будем делать ароматное пряное мандариновое варенье, пирог с мандаринами, сварим из них компот. И даже корки пойдут в ход. Мы сделаем цукаты и классную универсальную приправу из мандариновых корок. Все рецепты очень простые, быстрые, и вам не понадобятся какие-то сложные ингредиенты, которые нужно будет где-то искать. Все продукты можно купить в ближайшем магазине. Ну что, поехали! Сначала мы с вами приготовим цукаты. Берем мандарины, очень хорошо их моем, желательно со специальным средством или хотя бы сотой, ну или хотя бы с большим-большим количеством воды. И очищаем от кожуры. Собственно, кожура-то нам и понадобится. Мы заливаем ее холодной водой и даем ей постоять примерно сутки, а лучше двое. Это нужно для того, чтобы ушла вся горечь. Теперь кожуру достаем из воды и взвешиваем. И это нужно для того, чтобы узнать, сколько нам понадобится сахара. Теперь корки от мандаринов нарезаем на произвольные кусочки, такие, чтобы вам было удобно их есть. Можно нарезать кубиками, но я решила порезать их полосками. Нарезанные корочки перекладываем в кастрюлю и засыпаем сахара. Сахара нам понадобится ровно столько, сколько у нас корок. Именно для этого мы их и взвешивали. И затем добавляем воду. Воды понадобится ровно в три раза меньше. Все хорошо перемешиваем и ставим на средний огонь. Варим корочки примерно 50 минут, периодически их помешивая. Вот так они будут выглядеть в самом конце. В принципе, наши цукаты готовы, их можно уже приложить в банку. Но я решила их подсушить в духовке. Выложила на противень, застеленный бумагой, и убрала немножко подсушиться. Цукаты постояли примерно 5 минут при 180 градусах. Затем я переложила их в стеклянную банку и храню под крышкой, чтобы они оставались мягкими. Если вы оставите их в вазочке, то они быстро станут жесткими, но тоже будут очень вкусными. Главное бы зуб об них не сломать. Поэтому я все-таки советую есть их сразу или хранить в банке с плотно закрытой крышкой. А мы переходим ко второму рецепту. Это будет невероятно вкусно. Одно из моих любимых блюд – это варенье из мандаринов. Берем мандарины, очищаем их от кожуры. Кожура нам в этом рецепте не понадобится. Разделяем мандарины на дольки и каждую дольку разрезаем пополам. Если в мандаринах попадаются косточки, попутно их вынимаем. Теперь берем ковш или кастрюлю. Очень желательно, чтобы у кастрюли или ковшика были толстые стенки. Складываем туда мандарины и засыпаем сахаром. Ставим кастрюлю с мандаринами на средний огонь и варим, периодически помешивая до тех пор, пока мандарины не начнут выделять сок. После этого можно сразу добавлять пряности. Какие же пряности использовать для этого варенья? Вообще любые, какие вам больше нравятся, я покажу, что же кладу я. Обычно это всегда корица, бадьян и немного гвоздики. С гвоздикой важно не переборщить, иначе вкус варенья будет испорчен. Она все-таки очень выраженная яркая специя, ну или пряность. Еще можно положить имбирь. Имбирь можно использовать как сухой в порошке, так и корень имбиря. Его можно порезать, положить в варенье, либо выдавить, либо натереть на терке. Также можно добавить мускатный орех, ванильный сахар или стручок ванили. В общем, экспериментируйте по своему вкусу. Когда пряности добавили, перемешиваем и варим варенье примерно 20 минут на слабом огне. В принципе, варить можно чуть дольше, если вы хотите получить варенье густое. Мне все-таки нравится, когда варенье чуть-чуть такое жидкое, его можно налить, поэтому я варю ровно 20 минут. Посмотрите, какая красота! Аромат просто невероятный! Если вы еще никогда не варили варенье из мандаринов, очень советую вам попробовать. И у нас третий рецепт. Смотрите, вот варенье из мандаринов мы сделали, но у нас остались корки. Корки всегда мне лично очень жалко выбрасывать, потому что они такие красивые и ароматные, вкусно пахнут. И даже на вкус они мне очень нравятся. Поэтому я их высушиваю. Обычно я делаю это естественным способом, но можно использовать и духовку, и сушилку. Потом складываю в блендер и добавляю снова пряности. Это ванильный сахар, корица и кардамон. Потом просто закрываю блендер крышкой и все это дело измельчаю на максимальной скорости примерно секунд 30-40. Нам нужно получить такую мелкую-мелкую пыльцу. Затем вот это все дело я просеиваю через сито, чтобы избавиться от крупных частичек корок, которые не перемололись в блендере. Эти крупные частички тоже можно оставить и добавлять их, например, в компот. Но нам здесь нужна сама приправа. То, что мы просели через сито, это осталось у нас в блюде. Ее пересыпаем в баночку с крышкой и добавляем в различные сладкие блюда. В какао, в компоты, в кофе, в какие-то десерты, в сладкие салаты. В общем, здесь ваша фантазия безгранична. Приправа, правда, очень классная. И можно даже просто сделать фруктовую нарезку, нарезать фрукты на тарелку, посыпать этой приправой, будет очень вкусно. И даже советую вам попробовать так делать на праздничный стол. Ваши гости спросят, где вы купили такую классную приправу. А мы переходим к следующему рецепту. И это у нас пирог из мандаринов. Мандарины очищаем от кожуры и разрезаем их пополам, точно так, как я это делаю на видео. Попутно вынимаем из них косточки, они нам, конечно же, здесь не нужны. Для теста смешиваем сливочное масло комнатной температуры и обычный белый сахар. Все это дело лучше хорошенько взбить миксером или вымесить ручным миксером, как вам больше удобно. Затем постепенно к тесту добавляем яйца. Если вы используете миксер, можно разбить сразу три яйца и потом хорошенько все это взбить. Если вы вымешиваете руками, то яйца обязательно добавляйте по одному. Добавили яйцо и хорошенько вымесили. Затем добавляем муку и разрыхлитель. Разрыхлитель, кстати, у меня был домашний. Хорошенько перемешиваем наше тесто. Здесь уже миксером пользоваться совсем не обязательно, оно получается вот такой вот консистенции. Форму для выпечки застилаем бумагой, выкладываем мандарины, срезом ко дну. Сверху выкладываем тесто. И отправляем пирог в разогретую духовку. Готовим при 180 градусах примерно 50 минут. Потом аккуратно переворачиваем и снимаем бумагу. Посмотрите, какая красота. А еще это очень вкусно. И нет, он совсем не горчит. Главное, правильно выбирайте мандарины. И пятый и последний рецепт на сегодня. Компот из мандаринов. Мандарины нужно хорошенько помыть и очистить от кожуры. Кожуру не выбрасывайте, часть кожуры нам тоже здесь пригодится. Очищенные мандарины разделяем на дольки. Косточки вынимать здесь не нужно. И складываем дольки мандаринов в кастрюлю. У меня была стеклянная кастрюля, не удивляйтесь, это обычная кастрюля. Просто она сделана из стекла, и я ее использую на своей газовой плите. И теперь к компоту добавляем пряности. Снова гвоздика, кардамон, корица. В общем, все пряности, которые вам больше нравятся. Даже можно добавить имбирь. Это блюдо похоже на глинтвей, но только он безалкогольный. Заливаем все это дело водой. Добавляем чуть-чуть корок и сахар. Сахар я здесь использую обычно коричневый, но можно взять и белый. Хорошенько перемешиваем наш компот и ставим на плиту. Ставим компот на плиту и варим на среднем или слабом огне. Так как у меня кастрюля стеклянная, я варила на самом-самом минимальном огне. Варим до закипания, затем еще примерно 3-5 минуток. Накрываем компот крышкой, выключаем огонь и даем ему так постоять примерно минут 20-30. Есть люди, которые пишут в комментариях, как вы варите компот, и там же исчезают все витамины. Но слушайте, если 3 минуты покипятить компот, я думаю, что ничего страшного не случится. Компот процеживаем через сито и наливаем в кувши. Очень вкусно и полезно. Приятного вам аппетита, надеюсь, моя подборка рецептов из мандаринов вам понравилась.